Доброе утро, коллеги. Я думаю, вы все были свидетельны того, что весенняя сессия Государственной Думы прошла в первые два дня под знаком Водевиля «Страсти по Жириновскому». Сегодня я имею смелость анонсировать реальную драму «Страсти по бюджету Российской Федерации», которая начнется на сегодняшнем пленарном заседании. После выступления коллеги Макарова, я думаю, вы уже в курсе, что правительство Российской Федерации внесло в Государственную Думу предложение изменить порядок принятия бюджета Российской Федерации. И особенностью этой поправки является то, что бюджет следующего 2016 года предложено принимать не на трехлетку, а на один год. И правительство хочет получить право вносить проект бюджета на 2016 год не до 1 октября, а до 25 октября. Аргументы при этом такие, что волатильность цены на нефть и курса рубля не позволяют достаточно точно спрогнозировать долгосрочные перспективы. Наша фракция с пониманием относится к такому заявлению правительства, поскольку мы многие годы указывали на то, что долгосрочное планирование бюджета уж явно не является сильной стороной финансово-экономического блока правительства. Но дальше вот этого понимания у нас не находится, потому что мы видим, что планировался бюджет, исходя из цены на нефть, 50 долларов за баррель. Ну сейчас планка чуть-чуть ниже. Ну планировалось 61 рубль за доллар, ну сейчас немножечко выше. Но каким образом это связано с отказом от хотя бы приблизительного долгосрочного планирования, нам не очень понятно. Мы эти вопросы будем задавать министру финансов Силуанову, который будет представлять проект этого закона. Нам бы хотелось, чтобы секвестр бюджета, который просчитывает финансово-экономический блок, делался бы не только исходя из знаний арифметики, когда на все отраслевые статьи бюджета предлагается ввести понижающую планку, допустим, на 10%, а в качестве норм или принципов экономии расходов предлагается только залезть в карман пенсионеров нашей страны. Мы бы хотели, чтобы проект бюджета открывал какие-то возможности для увеличения инвестиционной привлекательности, чтобы проект бюджета был подкреплен конкретным анализом тех федеральных целевых программ, которые заявлены к исполнению. Ну вот, такого рода вопросы будут звучать в выступлении от фракции. Второй момент, на котором мне хотелось бы сегодня остановиться. На самом деле, мы вот такое предложение по уменьшению срока работы над проектом бюджета в Государственной Думе рассматриваем как посягательство на парламентский суверенитет, на конституционную миссию Государственной Думы, которую парламент усилиями всех четырех фракций пытался как раз в последнее время отстоять принятием адекватного закона о парламентском контроле. Но, как мы видим, усилиями фракции большинства Единой России правительство надеется свести роль и миссию Государственной Думы только, по сути, к поднятию рук, то бишь нажатию кнопок по представленным статьям доходов и расходов, которые просчитывает финансово-экономический блок. Почти не останется время для лоббирования в хорошем смысле интересов регионов, которые представляют депутаты Государственной Думы в парламенте страны. Практически сужается возможность, скажем, нашей фракции биться за каждый рубль на сферы образования, здравоохранения. И вот сегодня предвидится отклонение поправок в закон о парламентском контроле, который был подготовлен депутатами фракции «Справедливая Россия», который расширил бы возможности парламентского контроля. В этом законопроекте предлагается установить возможность создания комиссий каждой палатой парламента самостоятельно. Напомню, что за всю историю новейшую России было только два парламентских расследования, поскольку процедура создания парламентской комиссии отягощена тем, что это может быть только комиссия по решению двух палат парламента. И такие комиссии были созданы только по Беслану и по Саяно-Шушинской ГЭС. Ну, кроме того, в навеллах нашего законопроекта предусматривается расширение функционала парламентских комиссий для того, чтобы не только определять, допустим, наличие виновных в тех или иных нарушениях законодательства, но также принимать меры по устранению причин нарушения законов, совершения каких-то коррупционных фактов. Ну и еще один момент. Как бы после очередного дня голосования, как правило, наступает черед рассмотрения законопроектов по избирательному законодательству, внесенных в предыдущие сессии оппозиционными фракциями. Ну вот и сегодня предложение нашей фракции дать возможность партиям отзывать членов избирательных комиссий с правом решающего голоса по решению партии тоже поставлен профильным комитетом на отклонение. И я думаю, что вот в предстоящие сессионные заседания целый ряд законопроектов не только нашей фракции, но и других, которые направлены на придание избирательным процедурам прозрачности, легитимности, тоже пойдет в отвал законодательной работы. Спасибо.